В мае текущего года в Москве, Перми и Воронеже прошло широкомасштабное межконфессиональное мероприятие «Форум христианских лидеров», главным организатором которого является миссия «Гуд Ньюз». «Гуд Ньюз» — это миссия евангельского направления, которая организует большое количество служений и мероприятий для объединения усилий и солидарности всех динаминаций для единой цели — распространения благой вести. На форуме служители могут обмениваться духовными ценностями и обсудить пути сотрудничества для евангелизации России. Начиная с 2015 года форум состоялся в Петербурге, а в 2019 году в первый раз был организован в Москве, Перми и Воронеже. Корреспонденту Сити Эдем ТВ удалось взять интервью у господина Оксу Пака, старшего пастора миссии «Гуд Ньюз». Здравствуйте, господин Пак. У меня есть пару вопросов. Что, по-вашему, есть мнение о истинной Евангелии? Истинная Евангелие в том, что Иисус Христос умер за нас, и Он находился в гробу, и на третий день воскрес. Могут спросить, почему святый Иисуса Христа является Евангелие. Кровью и смертью Иисуса Христа мы были омыты. И когда Иисус Христос воскрес через три дня, Он воскрес для оправдания нашего. Следы от копья Он показал ученикам. Смотрите. Посмотрите на рану, которая осталась от копья. Он умер, чтобы получить наказание наше. Если бы Иисус Христос умер на кресте и не смог очистить наш грех, то Его смерть была бы для нас печалью. Он совершенным образом очистил наш грех. И когда мы веруем в это, то наше сердце становится сердцем Божьим. И люди будут меняться. И тогда мы сможем жить в благословении. Расскажи про прохождение конференции и ее цели. В марте 2017 года в Нью-Йорке в одной церкви собралось 800 служителей, и мы проводили мероприятие. И было очень много служителей. Кто-то говорил, Иисус умер за нас на кресте. Но поскольку мы грешим, мы грешники. Да, у нас был грех. Но Иисус, умирая на кресте, очистил все наши грехи. Это была истина. И с того момента прошло не больше трех лет. И по всему миру произошло множество изменений. Куда бы я ни приходил, 500 человек, 800 человек, собираются люди. И уже 100 тысяч служителей за это время начали работать с нами. Начинается новое движение Евангелия. Новые истории. Даже больше деяний происходит, чем после реформации Мартина Лютера. Сегодня многие люди были с нами и поменяли свои сердца. И они получили прощение грехов и радовались. Еще последний вопрос у меня. Планируете ли вы проводить конференцию в следующем году в России и в каких городах? Многие страны просят провести мероприятие, и поэтому программа составляется позже группой людей. Уже я был в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке, во Франкфурте, Германии, и сейчас я в Москве. Да, мы и дальше хотим в Москве, в Санкт-Петербурге и в разных городах России проводить мероприятия. Потому что, слушая наше слово, люди радуются. В прошлом году я был в Санкт-Петербурге. И многие главы союзов, епископы, они радовались, и они были вместе с нами. И в этот раз много служителей, которые в прошлом году познакомились с нами, они помогали нам. И мне кажется, будет намного легче проводить мероприятия. В России я буду сегодня, завтра и послезавтра. Три дня. И в субботу вечером я улетаю в Корею. Но пока буду здесь, я буду дальше работать. Спасибо большое, что уделили время. Да, и прошу дальше с нами работать и сотрудничать. Спасибо. После официальной части гостей форума на комфортабельном автобусе доставили к одному из концертных залов Москвы, где в этот вечер международный хор и оркестр Грассиас из Южной Кореи подарил жителям и гостям столицы легендарное театрально-музыкальное представление «Пасхальное кантата», покорившее сердца зрителей по всему миру. Скажите, что вы хотите донести зрителям через пасхальную кантату? Многие люди Многие люди отмечают Пасху. Они знают, как страдал Иисус Христос и также знают, что Иисус Христос умер за наши грехи. Но мало кто понимает настоящий, истинный смысл Пасхи. И поэтому мы разработали эту постановку. Я бы привела пример римлянам 4 главу 25 стих как главную идею кантаты. Иисус был предан за наши грехи и воскрес для оправдания нашего. В этом слове сказано, что Иисус умер, чтобы очистить нас от всякого греха. И это не конец. Он также воскрес. И этим самым все мы оправдались как Господь Бог, и для этого, чтобы рассказать людям об этом смысле, мы поставили эту кантату. Очень надеемся, что зрители на нашем концерте познали истинный смысл Пасхи. Спасибо. В каких городах вы уже выступали с пасхальной кантатой, и в каких городах и еще планируется выступление. Мы провели пасхальную кантату в том году в это же время в Санкт-Петербурге. До того, как мы приехали в Россию, у нас в Америке было в Лос-Анджелесе, и в Нью-Йорке выступление, и в Германии во Франкфурте. Сегодня мы проводим в Москве кантату, а послезавтра выступаем в Воронеже. Четвертого числа мы будем опять в Москве, и у нас планируется и состоится пасхальная кантата. Спасибо. Концерт был наполнен любовью и надеждой, и рассказал зрителям о смерти и чудесном воскресении Иисуса Христа. Здравствуйте, дорогие друзья. Хочу сказать пару слов о кантате, который сейчас прослушали и просмотрели великий спектакль о нашем Господе Иисусе Христе, о его делах. И это непередаваемое ощущение. Великолепная игра актеров, великолепная музыка. Спасибо, что дали нам возможность погрузиться заново в историю событий 2000-летней давности. Лекс Кан, Канбек Улу Абдилазиз, Стефан Чернов, служба информации телерадио-компании Сити Эдем, специально для межконфессиональных новостей Сити Эдем ТВ.